Ида Дальзер, любовница и первая жена лидера итальянского фашизма Бенито Муссолини. Ида Ирена Дальзер родилась 20 января 1880 года в деревне Супрамонте, близ Трента, столице этнической итальянской Трентской области, в то время входившей в состав Австро-Венгерской империи. Будучи дочерью мэра деревни, она была направлена в Париж на работу в косметической медицине, а когда вернулась, то переехала в Милан, где открыла французский салон красоты. Неясно встретилась ли впервые Ида Дальзер с молодым Бенито Муссолини в Тренте, где он нашел свою первую работу в качестве журналиста в 1009 году, или в Милане, куда он переехал вскоре после этого. Согласно некоторым источникам, они поженились в 1914 году. 11 ноября 1915 она родила ему первого ребенка, Бенито Альбина Муссолини. Тем не менее, записи об этом предполагаемом вступлении в брак не найдены. Причины расставания Муссолини и Дальзер в период между их предполагаемым вступлением в брак и рождением сына остаются неясными, хотя его роман с другой женщиной, Ракелли Гуиди, возможно и сыграл свою роль. Когда началась Первая мировая война, Муссолини решил жениться. 17 декабря 1915 в стационаре больницы Тревеглая, Ломбардия, Муссолини женился на Ракелли Гуиди. Когда об этом стало известно, Эйди Дальзер начался юридический спор между ней и новой парой. Сразу же после своего второго брака Муссолини оставил Италию и уехал воевать на полях Первой мировой войны. Пока он находился на службе, Королевство Италия регулярно выплачивало Дальзер военную пенсию, а когда Муссолини был ранен, она получила от пришедшего карбинера уведомление о том, что ее муж был ранен в бою. В 1917 году Муссолини вернулся с войны, полностью изменив свои политические взгляды, отказавшись от идеи социализма и основал фашизм. Его политическая карьера стремительно развивалась. В 1919 году он создал Итальянский союз борьбы, который в 1921-м стал национальной фашистской партией. Последний год он также был избран в парламент. В 1922-м в ходе марша на Рим Муссолини получил власти стал диктатором, официально признанным, правивший в то время Савойской династией. Когда Муссолини пришел к власти, Ида и ее сын были помещены под наблюдение полиции, а бумаги, доказывавшие их отношения с Муссолини, были найдены и уничтожены государственными органами. Позднее Дальзер была помещена в психиатрическую больницу, а затем переведена в больницу в Венессе, где и скончалась 3 декабря 1937 года в возрасте 57 лет. Причиной смерти было указано кровоизлияние в мозг. Бенита Альбина Муссолини был похищен агентами правительства. Ему сообщили, что его мать умерла и запретили говорить о том, что дочь и его отец. Бенита Альбина был усыновлен как сирота бывшим шефом полиции в родной деревне матери. Первоначальное образование он получил в колледже в Милане, затем поступил в итальянский ВМС, но всегда оставался под пристальным наблюдением фашистского правительства. Он упорно заявлял, что его отцом является Бенита Муссолини. В конечном итоге его поместили в психиатрическую больницу в провинции Милан, где он и умер в 1942 году в возрасте 27 лет. Роман о Муссолини «Единокровный брат Бенита Альбина» в своей книге «Дуча. Мой отец» написал, что Дуча в конце концов признал свое отцовство. История о первом браке Бенита Муссолини в период фашистского правления в Италии была неизвестна. Таковой она оставалась и позже. Факт был обнаружен итальянским журналистом Марко Зене и обнародован в телевизионном документальном фильме, а также двух написанных им книгах. «Побеждать» биографический фильм о жизни Даллисер был показан в 2009 году на Каннском кинофестивале. «Побеждать» биографический фильм о жизни Даллисер